Белгородских мобилизованных российское командование отправило в Украину. Пришли охранять объекты по месту жительства, а оказались в Донецкой области. Рассказывают, у них забрали все документы, увезли и необученных отправили умирать. Я старший лейтенант Касумов Олег Геннадьевич отказываюсь выполнять поставленные задачи в связи с тем, что личный состав взвода понес потери в течение трех суток. Так как личный состав был необучен должным образом и был направлен на передовую. Нас перебросили сюда ночью, везли 14 часов без всяких приказов, объяснений. В общем, какая-то хрень полнейшая. Личный состав гибнет. Вот все, что осталось от моего взвода. Из всей роты. А вот еще одно обращение мобилизованных из Калининградской, Мурманской и Архангельской областей России. История такая же, из так называемой террабароны сразу на фронт с оружием 40-х годов. Перед наступлением используются вооружения 41-х годов, в том числе минометы и пушки. Мы не штурмовое подразделение. Нас готовили как террабарона. И при первом нашем штурме погибло 6 человек в одном окопе. Согласно 22-й статье Закона России об обороне, подразделения территориальной обороны создаются в период военного положения, как дополнительная мера защиты. Но военного положения в России нет. 3 марта спикер Путина Песков заявил, решение о введении военного положения в регионах, граничащих с Украиной, принимает только президент федерации. Но таких планов нет. Но в том же Белгороде так называемые бойцы террабароны уже патрулируют местность вместе с силовиками. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о создании отрядов террабароны еще в декабре, якобы по многочисленным просьбам граждан. И фактически вопреки российскому законодательству. Нет никакой территориальной обороны в России, говорят юристы. Есть только подразделения Министерства обороны Федерации. Поэтому и могут мобилизованных отправить куда угодно и когда угодно. Просто сами они об этом не знают. Территориальной обороны в России еще нет, не создано. И на законодательном уровне их нет. Когда началась мобилизация, чтобы успокоить российских граждан, которые вот прицелились по мобилизации, Министерство обороны и российские власти пустили такой слух, что не волнуйтесь, мобилизация ничего страшного. Это мы вас призываем типа в территориальную оборону. Тут идет большая путаница, потому что сами мобилизованные, но в России очень, так сказать, люди не очень всегда задумываются и понимают о своем правовом состоянии. С ноября прошлого года российская пропаганда отрабатывает фейк о якобы подготовке нападения вооруженных сил Украины на Белгород, Брянск, Курск для защиты от несуществующей угрозы. В несуществующую терророборону рекрутировали тысячи россиян. Теперь Кремль бросает их на фронт, на верную и бессмысленную смерть. Юлия Безбородько для телеканала Freedom.